Привет, дорогие друзья, любители России.ру. У нас сегодня замечательная, я считаю, тема очень современная. Не хочу замуж. Письмо звучало следующим образом. Я живу со своей дочерью, мне 30 лет, у меня все замечательно. Мужчина нужен мне на час, на два. Зачем он мне каждый день в квартире? Я не хочу танцевать танец огня, пишет мне женщина. Мне совсем не хочется доказывать ему, что он лучше меня. Секунда, фраза. То есть я хорошая во всем, но я не хочу доказывать мужчине, что он лучше меня. Мудро, потому что практически каждый из нас делает это. И нет ли курсов, спрашивает женщина, на которых учат любить мужчин, которые в жизни вот так понабежали, действуют стереотипно и вообще стали слабыми существами. Я хочу вернуться к историческому аспекту. Возьмем недертальцев, доисторические времена, когда мужчина и женщина существовали для чего-то. Им никак друг без дружки было нельзя. Мужчина мамонта убил, принес в пещеру. Там жена надышала за детками следить, чтобы они в костер не попрыгали. Приготовила то, что он принес. У нас были по-разному устроены фигуры. У женщины пошире был таз. И она была более медлительной. Именно поэтому вот именно с тех времен как раз пришло вот это раздражение мужчины, когда она очень долго собирается. Почему? Потому что, допустим, бежал тигр. Мужчина говорил женщине, беги, беги с моими детьми, а я его каким-то образом задержу. И вот если она замешкалась, то в принципе погибала вся семья. Когда люди жили общинами определенными и делились с женщинами, в любом случае они были беременны или кормили, но все равно каких-то общих детей. Они друг друга знали и вот этими общинами жили. И без мужчины и женщины было никак. Это и защита, и еда, и кров, и в принципе будущий отец ее будущих детей. Если бы она не рожала, она в принципе была ему не нужна. Ну посадили бы одного мужчинку у костра сидеть, он бы готовил. Вот и все. Но никак, никак не могли мужчины до исторических времен без женщины. Они должны были рожать воинов, рожать членов этой общины. И очень много погибало, и поэтому чем больше мальчиков, тем было лучше. Потом наступили времена, когда мужчина и женщина опять были друг другу нужны. Вот даже возьмем царские времена, да, вот эта целеустремленность, вера в то, что там где-то трава зеленее, о том, что надо ехать там на кораблях под парусами, искать новые страны. Мужчина уплыл, женщина бережет очаг, опять рожает детей и ждет. Он приехал, у него есть куда приехать. Потом наступили такие времена, когда уже не нужен был такой воин, прям целеустремленный. Опять, если мы возьмем домострой и посмотрим, что там написано, девочки дорогие, то есть беременную жену не надо бить по глазам, не надо бить кулаком в сердце. Можно ее, ну они все время были или беременные, или кормящие, поэтому бить можно было все равно, потому что если ты не накажешь, то накажет Господь и накажет всех. Мы пришли к тем временам, когда нас уже не колотит. Любая женщина сейчас возьмет, свой кулак свернет, как даст в пятак. И получается, что если мы посмотрим на статистику, 8% лежащих в дурдоме мужчин положены тещами, 50% мужчин жалуются на то, что их избивают дома регулярно. И убийства детей у нас с большим отрывом идут убийства матерями, а не отцами. Удивительно, но факт. Получается, что женская агрессия, пришедшая в наше время, она ничем не тушится и не гасится, потому что мужчина, даже если он хочет врезать женщине, ему с детства говорили, женщин бить нельзя, женщин бить нельзя. Экран нам говорит, домашнее насилие, мужчины все плохие. И он лишний раз удерживает свою руку, а женщина табуреткой ударит. Ей же можно. То есть если она говорит, меня бьет муж, ну страдалится. А если мужчина скажет, меня избивает жена, ну дурак, что ему скажут. Других вариантов нет. Давайте возьмем ситуацию, когда прошла война, выбило очень много мужчин. И остались мамы и бабушки. С одной стороны, героизм. Мы говорим о том, что мужчина должен быть сильный, отдать за родину свою жизнь. О том, что женщины дождались многие, и это счастье не дождались, и это горе. Сначала воспевали героизм, но при этом все, что осталось, осталось-то все калеченное. И вот начались плавно-плавно-плавно-плавно разговоры. Да что они, мужчины, могут? Да мы на своих плечах войну прошли. Растет этот мальчик и слушает женские разговоры на кухне. А везде женщины, 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 женщины. Ой, не упади, ты же у нас один в семье мальчик. Ой, не сделай, мы сами сделаем. Ой, поставь тарелку, я сама отнесу. И мужчины реально понимают, что да, 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 да. Вот у них боль при потере детственности и родовая боль. А то, что у нас никто не спрашивает, как мы воевали. О том, что у нас боли ничуть не меньше, и что женщины нас обижают ничуть не меньше, чем мы их обижаем. Почему-то как-то замалчивается. И в наше время мы действительно пришли к тому, что довольно много воинствующих женщин-амазонок, утверждающих, что мы сейчас идем параллельными двумя линиями. Одна линия – это институт брака, привычный нам, такой, как мы хотим мужа, чтобы дома был, приходил, чтобы любил, чтобы обеспечивал, чтобы улыбался, чтобы рассказывал что-то интересное. Другая женщина говорит, что мне ничего не нужно от него, кроме спернтозоида. Я родила ребенка, приходящий и уходящий, а лучше, чтобы их было несколько. Буду играть по его правилам. Надену брюки и буду жить припеваючи с мужскими законами. Друзья, на эту тему есть еще одно письмо. Девушка пишет, что к 30 годам она подошла, и у нее не было ни одних серьезных отношений. И тоже утверждает, что я не хочу замуж. При этом четко объясняет. Я нормальной сексуальной ориентацией, то есть меня не интересуют женщины вообще. Я хорошо отношусь к детям, но пока к ним не готова. Я получила образование и больше не горю желанием учиться. У меня есть нормальная работа, утро, день, вечер, но я не хочу замуж. Вот в этом случае я скажу, что это защитная реакция от жизни. И до тех пор, пока эта женщина не созреет выйти замуж, она и не откроет свое сердце для знакомства. Именно установка «я хочу найти себе пару» мне кажется в данный момент была бы самой правильной. Никаких отношений не было, потому что не хотела знакомиться, потому что все, с кем познакомились, не соответствовали, или потому что одной хорошо. То есть у нас был замечательный ролик о том, что счастье внутри нас, и одиночество — это всего-навсего наше свободное время. Но когда свободное время проводится с комфортом, и тебе совсем никто не нужен, здесь тоже нужно задуматься. Это следующая крайность. То есть если ты понимаешь, что все твое свободное время принадлежит тебе, а нет ли смысла сейчас взять какой-то маленький сектор этого свободного времени и отдать его матери, или пойти в центр, где задержатся детки брошенные, или может быть помочь где-то благотворительности тому, кому хуже, чем тебе. Здесь нужно чуть-чуть доброты, здесь надо чуть-чуть правильно спозиционировать, потому что можно быть комфортным самим собой в течение всей жизни, но нужно ли? И вот получается такая ситуация. Есть ли где-нибудь курсы, где учат любить мужчин? Так учат, чтобы я позволила одному из них остаться у себя в квартире? Нет таких курсов. Есть курсы по увеличению женственности? Да, но можно оставаться истинной леди, выглядеть идеально, флиртовать и спать с мужчинами, но при этом не желать их запускать на свою территорию. Давайте посмотрим на Европу. У нас из Европы ползет бум независимых мам. Он уже так хорошенечко заполз. Мы смотрим, девочка делает маникюр и делает идеально, и чемпионка какой-нибудь Европы. Она говорит, я с утра до ночи, я мисс дымящаяся пилка, я все время пилю, пилю, пилю. Когда мне рожать? Когда мне строить отношения? Когда мне бежать за отбивной? Когда мне перед ним танцевать танец огня? Я не могу разогнуться, я зарабатываю на свою жизнь. Если я перестану работать, я перестану коммуницировать, он даст мне этих денег, я уже привыкла к такому образу жизни. Но я рожу ребенка, я стану над кастрюлей, я реально пойму, что у меня закончилась жизнь. И если вы думаете, что я сейчас буду вам говорить о том, что, девочки, это неправильно, найдите себе самого лучшего мужчину, скажите ему, что он сильнее вас, не соревнуйтесь с ним в каких-то моментах и уступите ему, станьте такой, чтобы было к чему придраться, и чтобы даже было за что вас стукнуть. Ну вот не буду я этого ничего говорить. Не буду, потому что до тех пор, пока она не хочет замуж, она и не позволит ни одному из мужчин войти в ее жизнь. У нее сейчас такая установка. Она сейчас таким образом сама себя спасает. И вот он однажды придет, не сейчас, так через 10 лет, самый лучший на свете. И она скажет, как я устала быть одна. А может быть и не станет, а может быть и не скажет, а может быть он и не придет. У каждого своя жизнь, у каждого свои установки. Если эта женщина абсолютно счастлива без мужчины, давайте не будем портить ей жизнь всем своим русалочным хором о том, что ей обязательно нужен мужчина. Тот, о котором надо заботиться, тот, которого от чего-нибудь в очередной раз надо спасать, тот, которого надо кормить, рассказывать ему, как ему нужно поступить, и напоминать, что у его мамы день рождения. До тех пор, пока не придет вот этот заказ в небесную канцелярию, и будь счастлива одна, и воспитывай себе нормальной ребенка, и ходи по этим мероприятиям, и учись. Но придет однажды такой момент, когда придет он, самый лучший на свете. И в этот момент нужно просто действительно распахнуть сердце. То есть если мы сейчас наставим себе так много ненужных установок, никто не может меня ударить. Никто не может быть лучше меня. Я лучше всех. Я раньше всех стою. Я больше всех делаю. Я совершенно здесь, и здесь, и здесь, и здесь. То какой должен прийти мужчина? И получается, что у мужчины есть только вторичные половые признаки, которым он и будет отличаться от тебя. И тогда, если действительно мы говорим о том, что два тигра не уживаются в одной клетке, и ты будешь портить жизнь мужчине состоятельному и состоявшемуся, тем, что ты будешь с ним соревноваться, и рассказывать ему, где он плох, потому что где он хорош, не хватает сил сказать, так тогда разъезжайте в другие квартиры и ходите друг к другу в гости. Поставить печать на каком-то одном мужчине и сказать, да, этот мужчина принадлежит мне. Ну, получается, что у вас нет совместного хозяйства, вам нечего делить. И теоретически эта печать нужна кому? Уже ни ему, ни тебе не нужна. Ребенок растет. Фамилию если дал человек, спасибо, не дал, свою дали. 21 век принес свои перемены. Не хочешь мужика, живи без него. Только не надо делать из этого никакой трагедии. Вот моя читательница и слушательница, она сказала, я счастлива в этом состоянии. И вот я слушаю ролики и понимаю, что вы рассказываете, что нужно как-то совершенствоваться, как-то раскрашивать мужчине жизнь. А не может мужчина прийти и раскрасить ее мне? Вот с установкой «я не хочу замуж» не может. Тогда нужно просто позволить другим людям жить рядом с собой. И однажды кто-то из них будет соответствовать вот этому заказу в небо.